1629 год, опять такой узел европейской политики завязался на севере Германии, севере Польши, прибавил в этих территориях, очень таких спорных, за которые все время воевали. Ну, во-первых, Швеция воюет уже давно опять с Польшей. Когда заключили они мир с Москвой, захватив в Москве и вот это все устье Невы, они потом сосредоточили войска против Польши. Польша, как я уже говорил, отбивалась от Турции, это Хатинская битва, и туда Польша все войска отправила. Пользуясь этим, вот как раз во время Хатинской битвы, сопровождающих событий Швеции, ударила в тыл и начала наступать на Ригу. Ригу 1621 год, шведы захватили. Фактически это все та же война протестантов с католиками, в которой Польша выступает на стороне католиков, а Швеция на стороне протестантов. Ну, просто она велась как бы вот несогласованно. Хотя скоро сейчас Валенштейн будет помогать уже Польше. То есть, как бы параллельно велось в Германии, местные там протестанты с католиками воюют, тут тоже, значит, Швеция с Польшей. Кстати, Московия в целом была в протестантском лагере, потому что она поддерживала Швецию, и позднее она прям вмешается в войну и начнет снова с Польши воевать. Ну, карту я показывал, как лагеря располагались в этой мировой войне. Ну, вот конкретно на их фронте, значит, шведы наступают, вплоть до того, что в 1925 году они вторгаются в Литву. В Литве там идут конфликты Гетмана, Льва с Апегой и Радзивиллами, родом известным литовским. Нанесли там ряд поражений литовцам, и потом они перешли в наступление на Пруссию и на Гданск. То есть, вот этой территории, которая тоже у Балтики, шведы пытались Балтику полностью своим озером сделать. Польша контролировала Гданск, имела там флот на Балтике, вот, чтобы отрезать и вообще все вот это Гданск, Пруссию, вот это все захватить. Первоначально они довольно успешно наступали. Потом пошли переменные бои за Гданск, где то поляки, то шведы одерживали победы, и затянулись они достаточно надолго. Там, к тому же, флот участвовал и польский, и шведский. И тоже, значит, то Швеция там выигрывала в сражениях, то Польша. Ну, вот это примерно вот эти годы 26-й, 27-й, 28-й. К 29-му году уже явно превосходство у шведов. К тому же, им переправляют войска из Германии, уже те католики, которые Германии победили, они отправляют войска на поддержку шведов. Потому что шведы находятся в Померании, и вот там эти крепости, польские в Померании, они потихоньку завоевывают, и им уже помогают католические немцы. При этом шведы пытаются вовлечь войну Московию, которая вступит просто не в 29-м году, а чуть позже. Они просто собирают войска медленно, Московия же там, тормоза бюрократические. Пытались они также казаков украинских, которые периодически восставали, но в основном были на стороне Польши все-таки. В принципе, был союз протестантов и православных в речи посполитой против католиков. То есть все вот эти национальные меньшинства протестанты пытаются против католиков настроить. То есть единый фронт православных и протестантов против католицизма создать. Ну и где-то вот на 29-й год в целом очевидно, что поляки не победят, но шведы тоже терпят ряд поражений, поэтому было заключено перемирие в Альтмарке возле Гданьска. То есть уже где-то под Данциком шведы стояли, но взять его не смогли, поэтому заключили перемирие. Ну, войска речи посполитой в данном случае негативно-то было, что в основном у них конница, была низкая роль артиллерии, нехватка артиллерии была у Польши, потому что неразвитой промышленности пушки лить негде было. А шведы понастроили всяких крепостей и взять их обратно не могли поляки. К тому же поляков постоянно хотели втянуть в 30-летнюю войну уже в Германии. В общем, по итогу всех этих раскладов было заключено перемирие, по которому Швеция получила вот эти вот территории желтые все. То есть после того, как они разделили Ливонию, выбив оттуда Ивана Грозного, Швеция получила только Эстляндию, то есть вот район Таллина и Нарвы. Да и то туда поляки вторгались. А по итогам всех этих войн, польско-шведских за Прибалтику, они продвинулись аж до Рики, и новая граница была уже к северу от Риги. Вот новая граница нарисована по Альтмарскому перемирию. То есть основную часть Прибалтики таки захватили шведы. Вот какие были результаты. Также шведы захватили ряд укрепленных пунктов в Пруссии, Эльбланг там и так далее, Пилау, Мемель. Кенигсберг держали поляки. По поводу Гданьска, то часть сборов торговок Гданьска основная пошла шведам по этому миру, и они это используют для финансирования потом своего участия в 30-летней войне. Поскольку немцы помогали полякам в данном случае, теперь еще и поляки были должны немцам 500 тысяч злотых за то, что они там в Померании помогали войска отправляли. Ну, все это усиливало Швецию. Швеция вообще весь 17 век последовательно усиливалась. И, соответственно, Швеция решила вмешаться еще в этот общегерманский конфликт. То есть, итогом этого всего является вступление войны в Швецию, в германскую войну. В 30-летнюю войну вступила Швеция. В Германии события так развивались. Валенштейн, как я уже говорил, победил, и ему император дал герцогство Мекленбург, им завоеванное. Что вызвало крупное недовольство всех немецких князей. И вот опять же тут аристократия. Дело в том, что Валенштейн был бедный дворянин. Вот он одержал победы на поле боя, и его назначили князем. Это типа не по чину полагалось, поэтому все князья немецкие стали возражать. Это означало, что, кстати, он выбирает императора, то, что у них там князья императора выбирали. То есть немцы начали бузить там в тылу Валенштейна. Они начали саботировать протестантские всякие города различные инициативы этого самого Валенштейна. Шведы наступали на поляков, поэтому часть войск Валенштейна сняли, отправили против поляков. На Штральзунд ударили также датчане, которые со своих островов, короче, датчане пытались сделать десант и там взять крупные эти порты. Но Валенштейн это все прекратил, нанес поражение датчанам опять. То есть на поле боя Валенштейн был достаточно успешен, но политически ему было тяжело, потому что он был безродный дворянин. Также опять Франция вступила... Вот Франция, взяв Ларошель, немедленно снова вступила в войну и опять против Испании. Франция наступала в Италии. В Италию опять начали снимать войска, то есть у Валенштейна сил каких-то уже все меньше и меньше было, сил серьезных не было. Поэтому в Любике 12 мая 1629 года Валенштейн подписал договор с Данией, по которому он очистил всю территорию Дании. Как я уже говорил, он ранее пол Дании оккупировал. Вот он вывел войска из Дании, но Дания обещала не вмешиваться в немецкую войну. Но это никакого особенного не имело эффекта, так как немедленно вмешалась Швеция, которая была еще больше и еще сильнее. На базе всех этих побед над протестантами вышел и дикт о реституции 6 марта 1629 года, по которому права протестантов в империи были сильно урезаны. Часть территории, именно Пфальс, передали в католические, как я говорил. То есть там отменили протестантизм или католицизм. По и дикту о реституции запретили вообще кальвинизм. То есть единственной разрешенной формой протестанства было только лютеранство. Дальше. Все церковные земли, которые с 1552 года конфисковали лютеране, все возвращались к католикам. А там уже давно эти земли были проданы и перепроданы. В общем, он сказал, что плевать нам на все, на вот это, вот все, что там с 1552 года, все возвращайте. Это было довольно серьезно, потому что продолжалась реформация и протестанты после этого года довольно много еще земель конфисковали. Требовали все эти немецкие князья собрать Рейхстаг и все это отменить, потому что это, дескать, издевательство. Земли уже там 70 лет наши. Какого хрена? Ну, это все было проигнорировано императором, так как фактически Германия была оккупирована католическими войсками и он мог, так сказать, плевать на это. Но это все вызвало недовольство немцев, а кроме того наступала Франция и скоро будет наступать Швеция. Таким образом, победив, католики все-таки там власть не смогли удержать и, безусловно, война продолжится и еще долго, еще будет 19 лет продолжаться. Субтитры создавал DimaTorzok